Всем привет, друзья! Я познакомлю тебя с Таней, и сегодня я вам покажу, как я проапградил свою клеточку для хомяка, и что делать с ней фарик. В принципе, ну что ж, поехали! Была такая проблема, что постоянно сыпались опилки вниз, и мы решили сделать как? Мы решили взять коровку, обрезать ее, наклеить вот такие стикеры животных, и здесь написать такую травку нарезанную и написать ее имя Муфа. Ну, оно выглядит так интерьерно, красиво, ну, и даже просто польза от этого есть очень большая. Так что, если вы хотите себе тоже такую коробочку, чтобы под него добраться, или еще что-то, просто чтобы опилки не сыпались, то обязательно делать. Очень полезная штука для хомяка. И вот фарик наблюдает, и может там ее поцарапать, или еще что-то. Так что штука очень полезная, опилки не сыпятся, кот не может пробраться в клетки. Очень красиво, и кот, вот видите, наблюдает, это очень интересно. Здесь, в Швейцарии, вообще очень много всякого разного корма для хомяков, котов и так далее. Вот этот, например, корм, он очень вкусный для хомяков, она его сразу ест. Сейчас я вам это продемонстрирую. Для начала мне нужно вытащить хомяка, то есть фарик, потому что он поднялся. Это именно закуска для хомяка. Я сейчас вам покажу, как он ее ест. Вот так вот берем. Вот так вот, берем ее в ротик. И она ее за щечку. Опять же, ручками. Раз, три. И уже щека раздулась. Вот, в принципе, у нее была щека. Будешь что-то покушать. Вот, фарик, видите, очень радостный. Они очень не дергают. Не дергают, он очень спокойно. Вот, и мы дружим вот открыли. Лежим, а пока. Назад. Вечером, когда просыпается хомяк, фарик подходит и смотрит, как хомяк пьет воду, как он ест, как он устроен с пеневой воды. Это для него как живой телевизор. Вот теперь фарик полностью счастлив. Он себе смотрит передачу о жизни хомяков.